Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. Если сегодня теплый день, то год будет урожайным. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Сегодня очередная сессия Народного собрания. Ожидается, что депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся бюджетной и социальной сферы, кадровых вопросов, земельных отношений и вопросов экологии, налогообложения и многие другие. 27 апреля во всех населенных пунктах Карачаева Черкесии пройдет масштабный республиканский субботник. В преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено уборке памятников, мемориалов и братских могил. Кроме того, будут преображены общественные и домовые территории, дороги, популярные места для отдыха. Принять участие в субботнике может абсолютно каждый и тем самым внести ощутимый вклад в общее дело – улучшение санитарно-экологической обстановки в республике. В Хабезе прошел настоящий бал в лучших традициях придворного этикета и с акцентом на золотой век. Приглашение на светский раут получила и Фатима Даурова. Диана Даурова сейчас испытывает трепет юной девушки, которая сменяется предвкушением чего-то красивого, радостного, а потом и вовсе ликованием. Для нее этот бал стал выходом в свет в качестве дебютантки и к нему она подошла со вкусом. Платье я тоже начала искать сразу же, когда нам сообщили про этот бал. Хотела себе светлое платье, нежное платье и выбор стоял между небесно-голубым и таким розовым оттенком. И я выбрала такой оттенок, потому что он мне больше понравился. И вот церемонимейстеры объявляют о начале торжества и по очереди оглашают имена гостей. Кавалеры первым делом сопровождают прекрасных дам, своих наставниц-учителей, а прелестные молодые девушки составляют им компанию. В утонченном реверансе они приветствуют зрителей. Бал в лучших традициях аристократических салонов начался с полонеза. Торжество представили в виде интерпретации эпизода из произведений «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, а точнее первого бала Наташи Ростовой. Подготовка к балу началась за несколько недель. Девушки и их партнеры обучались и совершенствовали танцевальное мастерство и свои манеры. Очень тщательно подбирали наряд. В женских уборах приветствуется лаконичность, простота выражается и в украшениях, подобранных со вкусом. Ведь вычурность всегда считалась дурным тоном. Такие наглядные уроки в историю будоражат умы детей в хорошем смысле и настраивают их к познанию истории своей страны, считает организаторы торжества. Я думаю, что сегодняшнее событие дало возможность ощутить это необыкновенное чувство причастности к такому большому историческому событию. Мы знаем о том, что наши девочки в детстве все мечтают побывать на балу и сегодня у них была такая уникальная возможность благодаря нашему проекту. И как же точно сказал гениальный Александр Сергеевич Пушкин о баллах. Музыке грохот, свеч, блистание, мелькание, вихрь быстрых пар, красавец легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражают вдруг. Фатима Даурова, Муминат Иширова, Ренат Мука, Вести, Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь неформальных праздников. Сегодня день дочери. Это еще один повод весело и познавательно провести время со своим ребенком. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на абазинском языке. Хорошего всем дня и встретимся завтра. В Карачаево, Черкесии, без осадков, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 24 и высокая пожароопасность. В Черкесии, без осадков, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 11-13, днем 30-32 градусов тепла и высокая пожароопасность.